Вот еще, кстати говоря, одна тема, реально взбесила меня, просто прямо я рвал и металл. К вопросу про Путина и про то, во что превратилась наша страна. У нас есть активист, Илья Попов, ему 20 лет. Он живет в городе, про который вы даже никогда не слышали. Вот он Илья, он живет в поселке Зайково, или Зайково, Зайково, скорее всего, про который тоже вы никогда не слышали, потому что он находится в Ирбитском районе Свердловской области. То есть очень далеко, маленький поселок. И этот Илья Попов совершенно замечательный человек. Вот он брал такие листовки, настоящий гражданин. И ходил их там по своему поселку, клеил, потому что он агитировал за забастовку избирателей. Значит, по камерам видеонаблюдения, представляете, в поселке Зайково, Ирбитского района, какие-то полиция не нашла других дел, не было у них других дел, кроме как по камерам видеонаблюдения найти этого человека, установить. Значит, его доставили в суд, его оштрафовали на тысячу рублей, а потом повезли его в заводы управления молокозавода. В поселке Зайково есть Ирбитский молокозавод, принадлежащий, между прочим, государству. И государственный молокозавод его привезли к директору, где директор ему сказал, прочитал ему лекцию по поводу того, что я иностранный агент, и он занимается экстремистской деятельностью, и заставил Илью, ну, уволил. Сказал, пиши заявление об увольнении. Тот вроде не стал обострять и сказал, ну, хорошо, я напишу. То есть уволили парня за то, что он клеил эти самые листовки. Директор зовут Суетин. Сергей, по-моему, Суетин. Сейчас Сергей Суетин, совершенно верно. Ну, я прочитал, я прямо разозлился, думаю, какая скотина этот Сергей Суетин, а самое главное, зачем? Ну, хорошо, ты даже, ты можешь быть за Путина, ты поддерживаешь Путина. Ну, твой работник там в свободное от работы время ходил, клеил эти листовки. Ты на этом молокозаводе в поселке, что ты лезешь к нему? Зачем ты считаешь необходимым вызвать его к себе и сказать, пиши заявление об уходе, потому что мы должны тебя с молокозавода выгнать за то, что ты клеишь листовки? И я очень быстро нашел причину. Если вы загуглите Ирбитский молокозавод и загуглите вот этого самого Сергея Суетина, директора этого завода, вы узнаете, почему ему нравится эта власть. Потому что этот молокозавод государственный. не так давно объявлял о закупке автомобиля для этого самого Суетина, автомобиля этот, Lexus 570, за 7 миллионов рублей. Молокозавод, поселок Зайково, Ирбитский район, Свердловская область. После грандиозного там какого-то скандала, даже там уже ОНФ возмутился, они отменили эту закупку. Но подумайте просто о наглости этого человека. Ты работаешь на государственном заводе, не хочу обидеть никого в Зайково, в какой-то дыре, но хочешь, блин, на государственные деньги купить машину, но которые не покупают президентам развитых стран. Ну покажите мне, найдите президента какой-нибудь в Скандинавии или, ну не знаю, главы крупного региона. ВВП Калифорнии больше, чем ВВП России. Да посмотрите, на чем поездит губернатор Калифорнии. Вряд ли вы найдете там Lexus 570. И эта скотина, она поэтому и ненавидит вот этого самого Илью Попова, потому что он выступает против этого, потому что мы хотим сделать власть, при которой будет невозможно. Во-первых, государству не нужен никакой молокозавод. Во-вторых, совершенно точно нужен тебе автомобиль, купи автомобиль. Ну ты же хочешь купить себе Lexus 570 за 7 миллионов рублей. Средняя зарплата на этом заводе 25-30 тысяч рублей. Этот Илья Попов, он работал в должности ученика-мастера, получал там 10 тысяч рублей. То есть ты плачешь людям от 10 до 30 тысяч рублей и хочешь купить машину за 7 миллионов. Поэтому они так и обожают эту власть. Поэтому вот сайт молокозавода, если вы сейчас зайдете на него, он выглядит вот так. Покажите нам, пожалуйста. Вот видите, понимаете, это сайт молокозавода. Все на выборы. Все на перевыборы Путина, потому что этот Сергей Суетин, жулик, отвратительный. Он обожает эту власть всеми фибрами души. Какая еще власть, какая еще система позволит ему такие закупки размещать? Да его посадят в любом нормальном... Ну даже ему в голову не придет, ну как ему... Рабочие молокозаводы морду набьют за такие вещи в нормальном обществе, в нормальном системе. Это невозможно представить. И им всем нужен Путин, потому что Путин дает им это все. Дает возможность в нищете держать всех, платить минимальные зарплаты своим рабочим, но проезжать мимо них по лужам, по грязи, так чтобы, знаете, вот вода из лужи летела в физиономию этим рабочим на своем классном 570-м лексусе. Короче, после прихода к власти с этим Суетином мы разберемся. И хочу призвать жителей поселка Зайкова сказать этому Суетину при встрече все, что вы считаете нужным.